я представляю службу реабилитации 67 городской клинической больницы города москва зовут меня на фричок владимир федорович больница одна из крупных в москве более тысячи коек и на ее базе работают два отделения реабилитации одно из них для пациентов перенесших острый инсульт и второе отделение для пациентов после операции эндопротезирования и восстановительных операций реконструктивных на крупных суставах нижних конечностей в силу обстоятельств это пациенты старшей возрастной группы порой до как говорится 80 плюс это накладывает свои особенности но в прошлом году мы начали работать с нашим экзоскелетом после производства россии на первых порах понимаешь то экзоскелет в первую очередь предусматривала работу для спать с пациент у пациентов перенесших параплегии то есть парализованных нижней частью тела у нас появилась учитывая специфику отделения инсультного у нас появилась идея начать использовать экзоскелет для реабилитации пациентов на ранних сроках то есть ранних сроках мы говорим чуть больше 30 дней то есть после острого периода после наступления инсульта естественно отбор спроводился достаточно кропотливо мы понимаем что в этот период времени пациенты имеют ряд опасных возможных опасных осложнений поэтому отбор был достаточно серьезный мы только начинали и как оказалось что на этих сроках реабилитации с использованием экзоскелета проводилась впервые не только в москве но и в россии на данном этапе у нас уже более двух десятков пациентов мы представляем наиболее так сказать результаты такие видимые да и быстрые потому что все должны понимать что изоскелет это не панацея и реабилитация проводилась не только с использованием изоскелета но естественно с использованием всех статуса стандартных методик реабилитации то есть это физические методы реабилитации массаж естественно индивидуальные занятия с инструкторами лфк использование различного рода миостимуляторов вот но наш опыт говорит о том что эта методика очень эффективна и я думаю что те клиники которые решатся на подобного рода применения экзоскелета в реабилитации этих пациентов я говорю об инсультных пациентах они будут как сказать крайне обрадованы результатами я уже не говорю о том на с какой степени благодарны будут пациенты возможность двигаться самостоятельно потому что экзоскелет достаточно не ограничивает пациентов в пространстве и ощущение свободы в движении у человека который буквально в течение месяца считал что он безвозвратно потерян для общества для семьи не может двигаться парализован возраст мы брали где-то в пределах 55 67 лет но тут есть свои особенности мы пока них не будем говорить но это все равно возраст как сейчас уже по их выясняется еще даже не пенсионный вот и возможность течение месяца встать на ноги и начать двигаться самому с использованием этого оборудования она очень стоит очень многого поэтому мы подключали работе психологов пациенты очень эмоциональны порой мужчины даже плачут от счастья вот женщины кстати более сдержаны в ощущениях своих выражений эмоций вот но результат очень хороший мы крайне довольны и теперь мы собираемся потому что отделение у нас два и направление 2 это реабилитация пациентов после эндопротезирования причем тоже возрастная группа так сказать достаточно высока своей возрастной рамки это от 60 до 80 плюс двигательные паттерны то есть стереотипы движения нарушены и порой эндопротезирование это еще не окончание лечения это примерно четверть от того что предстоит и вот мы будем работать с этой возрастной группой с применением экзоскелета но о своих результатах я думаю в ближайшее время мы ну наверно полгода мы доложим то есть тех пациентов первых которых мы брали на реабилитацию мы с интервалом где-то примерно в месяц приглашали к себе самостоятельно и в зависимости от необходимости мы проводили повторные курсы реабилитации в некоторых случаях с используем еще раз нескольких сеансов с экзоскелетом результаты нам очень нравится мы значит естественно я знаю что и департамент здравоохранения и мы в общем то будем крайне рады когда наладится взаимоотношение с амбулаторной службой и это будет скажем так включено в маршрутизацию не сам вопрос реабилитации скажем потому что есть этапность 1 2 3 3 этап это амбулаторной реабилитации переход с третьего этапа на второе он имеет определенные показания если мы выписываем на амбулаторную реабилитацию и возникает необходимость в повторной госпитализации это ухудшение самочувствия пациента требующего круглосуточного врачебного контроля но без скажем так если брать инсульты без наличия повторного инсульта то такова возможность имеется может быть что-то будет пересмотрено и будут какие-то более расширенные рамки да но для этого естественно нужно наличие большего количества реабилитационных коек но и экзоскелетов согласитесь потому что при всей его достаточно скажем так я бы я бы сказал так что экзоскелет попроще в оборуду в обращении чем скажем локомат всем известный вот поэтому несмотря на то что он все-таки проще но это минимум два человека и наш опыт мы используем в работе с пациентом двух до двух специалистов реабилитологов но обязательно один из них должен быть мужчина потому что при всей своей безопасности все-таки удерживать пациента достаточно силы нужны поэтому значит здесь не только оборудование не только естественные юридические нюансы до маршрутизации пациентов но естественно наличие достаточного количества подготовленных специалистов которые будут работать с данными пациентами на данном оборудовании по крайней мере мы с удовольствием к этому подключимся в большем объеме потому что сейчас но в силу обстоятельств мы это делаем ну единично да но я думаю что это будет ближайшее время уважаемый президиум уважаемые коллеги я представляю практическую медицину и после конечно такого выступления передо мной могу так сказать о чем сказать значит 67 городская клиническая больница это крупная одна из крупных отделение реабилитации специализированные по реабилитации пациентов 20 коечных два отделения больных перенесших операции на крупных суставов максимального бедра эндопротезирования и второе отделение занимающиеся реабилитации пациента после острых инсультов о каких сроках мы говорим мы говорим о первых двух неделях после инсульта когда пациент стабилизируется по самостоянию передается в реабилитационное отделение и получив экзоскелет мы первым делом понимая что он на ранних ранние использовался только для больных с параплегиями после длительных попыток реабилитации вот у нас появилась идея применить его для наших пациентов ну в общем она наверное пока удается в чем только сложность сложность в отборе сложность в отборе и то о чем я в перспективе скажу ну актуальность проблемы всем известно по инсультам причины инвалидизации и смертности тоже всем известно и распространенность по взрослым группам потому что инсульты в общем то молодеют структура тоже так сказать не очень радует периоды течения опять же как я предыдущий сказал выступающий мы сейчас упустим второй этап о котором мы будем говорить может для наших гостей это не очень понятно это этап который захватывает стационарные реабилитации в условиях стационара первый этап это естественно профильные кольки это сосудистые центры а мы забираем второй этап реабилитации задачи которые мы ставили перед собой восстановление эмоциевации статического стереотипа вертикального положения мы ставили это во главу угла потому что есть разные взгляды что в первую очередь после инсульта надо реабилитировать но мы так сказать для себя поставили все-таки больше вертикализации и даче возможности пациенту почувствовать себя активным живым нужным значит фантастика становится это немножко на нашем начале ученых так называемый экзоскелеты стали доступны всем москвичам специальными корсетами которые помогают обездвиженным людям вновь вставать на ноги оборудовали столичные клиники репортаж дмитрий блинников одно нажатие на кнопку и в парализованное тело как будто снова возвращается сила закрыв глаза сергей делает шаг вперед первый за четыре года экзоскелеты изначально разрабатывали в военных целях как усиление боевой мощи солдат но стали применять медицине для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата это приспособление пристегивается к талии и бедрам и приводится в движение при помощи двух моторов по бокам они по очереди толкают вперед сначала правую ногу потом левую а упасть не дает железный каркас батареи хватает на день работы предназначено оно для реабилитации пациентов перенесших инсульты а также травмы опорно-двигательного аппарата травмы спинного мозга либо с полными параличами нижней части руки сергей еще плохо слушаются поэтому экзоскелет по беспроводной связи координирует инструктор остальные пациенты могут сами управлять движениями своих рук и ног вставать садиться и ходить до сих пор такие устройства производились только за рубежом но недавно в сколково запустили собственное производство эффективность данного оборудования крайне нас порадовала и удивила и при использовании обычных методик реабилитации таких пациентов мы не достигаем на результатов которые мы имеем на данный период течение рабочего дня это порядка от 4 до 6 человек зависимость от функционального состояния самого пациента может передвигаться ходить быть в общении с обществом для него это большая мотивация инженеры собираются дорабатывать экзоскелеты чтобы стали легче и дешевле в будущем они видятся ученым как лучшая альтернатива инвалидной коляски дмитрий бельников андрей лапидус игорь беликов вести предметом и методом исследования было 8 больных 6 мужчин и 2 женщины в возрасте от 55 до 60 лет и шимические геморрагические инсульты полушарная рекализация также была у нас пациентка с инсультом в системе вертобробазилерного бассейна и с нарушением спинального кровообращения в бассейне атерия адамкевича у всех больных наблюдался гемипорез от 1 до 5 баллов от 1 балла по 5 балльной шкале оценки мышечной силы у двух пациентов гемиплегия индекс по шкале ревермит был не более 1 2 баллов критерия отбора пациентов на первом месте мотивации стабильные показатели гемодинамики почему так потому что еще раз повторюсь что фактически получалось что мы включались в работу экзоскелет на где-то 30-32 сутки после инсульта и результате так сказать наше мы пришли к выводу что конечно подобные сроки применения экзоскелета в реабилитации они дозволены только тогда когда отделение расположено на базе многопрофильной клиники в силу обстоятельств это естественно наличие много про стационаре специалистов всех необходимых и соответственно отделение реанимации счастью нам им не пришлось воспользоваться но все-таки это желательно отсутствие выраженного гемопореза в конечность гипертонус извините в конечностях и технические характеристики экзоскелета то есть весовые ростовые характеристики которые компания-производитель закладывает значит проводилось от 4 до 6 занятий в экзоскелете начиная с шагов на месте заканчивая ходьбой до 10 минут почему 10 по понятным причинам сроки естественно пациенты так сказать не готовы к более длительным занятиям да и цель была не в этом цель как я говорил была вертикализации пациентов и возможности человеку почувствовать себя более свободным причем в общем то небольшой из разницы между работой в локомате когда ты заключен в жестком подвесе в жестких рамках психологически это воспринимается несколько по-другому а здесь фактически видите мы в общем то не подвес используем мы его используем в виде как бы ходунков да у нас пациент данный пациент не подвешивался но в перспективе видите мы часть пациентов подвешивали вот в этом использовали его занятия проводились в сочетании естественно с традиционными методиками созудистой терапии физиотерапевтическими методами массажем механ терапиями используем аппаратов с рем терапии ну вот такие результаты по окончании исследований достаточно в общем то положительные хотя исследовательная группа была не очень большая ну то о чем я сказал что проведение подобного рода мероприятий специально лучше проводить на базе многопрофильных стационаров или клиник значит это представлен первый пациент 57 лет перенес ахимический инсульт большими правой среднемозговой артерии пошел прошел полутора месячный курс непрерывного лечения включая реабилитацию с использованием за скелетов это вот первое занятие обращайте внимание что у нее левая конечность естественно фиксирована потому что опять же говорю на что в первую очередь мы старались восстановить вертикальное положение значит проведено 10 занятий в том числе с использованием беспроводной миостимуляции вот и в окончании после 10 занятий достигли вот примерно таких результатов он у нас еще проходил несколько курсов с перерывами но в общем больной достаточно свободно передвигался с помощью ходунков второй пациент 55 лет перенес нетравматическое кровоизлияние в глубокий отдел левого полушария головного мозга с правосторонней гемиплегией после стабилизации гемдинамика значит где-то через три недели наряду с традиционными методиками прошел шесть занятий в экзоскелете ну вот мы его так сказать все таки в этом случае тоже использовали но он же движется сам больше для страховки ну а выписан он в общем-то используя ходунки наиболее интересный случай это женщина 65 лет поступила тоже в острый период инсульт 29 сутки у нмк в ортебробазилярном бассейне нарушение спинального кровообращения в области артерии адамкевича с развитием нижней параплегии за две недели до этого была сделана операция дискоктомия с передним спондилодезом или 4 5 по поводу грыжи диска пациента поступила с выраженным иритативным болевым синдромом значит проведены физиотерапевтические методики лечения с применением техники внутритканевого электрофореза через четыре процедуры болевой синдром купированы мы попытались пациентку вот восстановить видите первая попытка на подвесе не пойду не удалось это начало в экзоскелете опять же но без подвеса ну и как оказалось через четыре занятия пациентка у нас вот женская сила воли пошла сама ну все выше изложенное позволяет в общем то задаться оптимизмом что подобные методики используемые нами дают возможность увеличить качество если они улучшить качество оказания помощи пациентами где-то полтора раза снизить естественно сроки пребывания в стационарах но опять же такие сроки применения этого оборудования я думаю в таких сроки применения этого оборудования лучше делать на базе крупных многопрофильных клиник кстати вот по с константином викторовичем я так сказать тоже имею смысле разделяя с вами взгляды на использование экзоскелета для пациентов после эндопротезирования возрастная группа так сказать 60 а то и 70 плюс сложности естественно вот с реабилитацией их как раз вроде бы как эндопротезированных конечно связано с нарушением двигательного паттерна и попытаться с использованием экзотлета так сказать экзоскелета задавать вот этот ритм не замещать но ускорять процесс реабилитации вот таков наш опыт благодарю за внимание